Вкладывать время на свободные деньги можно не только в акции, но и в сырьевые товары. Инвестиции в нефть, золото и продовольствие доступны не только профессиональным спекулянтам, но и обычным людям. Зарабатывать на росте или на падение цен позволяет финансовый инструмент под названием фьючерс. Это не сам товар, а контракт на его поставку. Фьючерсная торговля стала одной из причин последнего финансового кризиса. Фьючерс сам по себе это более спекулятивный инструмент, нежели инвестиционный. Фьючерс всегда имеет свою цену и свое время поставки, базис поставки, по сути дела срок жизни фьючерса. В связи с этим инвестировать в фьючерсы довольно проблематично, инвестировать в долгую. Почему? Потому что если брать, например, квартальный фьючерс, то инвестиция в год потребует 4 раза покупать один тоже квартальный фьючерс. Именно эта необходимость покупать новый фьючерс по мере истечения старого, что по-английски называется roll-over, снижает привлекательность торговли фьючерсами как способы инвестирования. Что касается более-менее долгосрочных инвестиций, то в связи с тем, что приходится фьючерс роллировать, то есть перекладывать, когда стекает один фьючерс, покупается другой, то вот эта стоимость денег теряется, то есть фактически инвестор рискует отстать от динамики базового актива на эту стоимость денег. Это довольно сильно снижает привлекательность фьючерсов как инвестиционного инструмента. Экономисты сомневаются, что фьючерсы могут стать массовым инвестиционным инструментом. Скорее, они подходят состоятельным гражданам. Но и им не стоит ждать быстрой прибыли от инвестиций в сырье. Если смотреть с точки зрения глобальных экономических циклов сейчас на товары, то они не являются столь дешевыми, как хотелось бы, как было, например, два квартала назад. Но в перспективе, скажем так, полутора-двух лет, где вполне возможны какие-то инфляционные процессы, то инвестиции в товары, как и, собственно, в недвижимость, они могут быть довольно интересны. То есть при таких инфляционных тенденциях, я имею в виду в мире, не в России, а в мире, как правило, растут реальные товары, реальные активы. Реальные активы и компании, которые связаны с реальными активами. То есть, если будет сильная инфляция, грубо говоря, телекомы будут чувствовать себя сильно хуже, а нефтянка будет чувствовать себя лучше.